Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Раз кольцо, два кольца. Над чем сейчас работают на главной дорожной стройке Барнаула? То прибывает, то бывает. Грозит ли оби обмеление и кто уже страдает от изменений уровня реки? На Алтае нашествие гусениц. Чему грозит серьезная опасность? Жизнь Барнаульца в ближайшие два года станет чуть проще. Но это лишь коснется пешеходов. У моста на новом рынке строят второе разворотное кольцо трамваев. Это значит, что на рогатом транспорте можно будет максимально близко доехать к путепроводу и тратить на дорогу меньше времени. Как разрывают проспект Ленина на другой стороне моста, смотрите далее. Где были рельсы, прорастет трава. По ту сторону нового рынка разбирают трамвайные пути, чтобы чуть ниже проложить второе разворотное кольцо. Там, где будет новое кольцо, сейчас снимают асфальт. И, кстати, второе кольцо будет длиннее первого у торгового центра «Пионер». То 155 метров, это 189. Местность имеет уклон. Все расчетные данные, как показали, какие углы соблюсти. Чтобы соблюсти плавность выхода из главного пути и вход в главный путь после разворота, именно такая длина и получается. Асфальт рвут трактором. Здесь готовят котлован под шпалой рельсы. Сегодня же начнут установку новых опор. По словам главного инженера «Горэлектротранса», второе кольцо из-за длины затратнее, но обойдется дешевле, так как используют материалы, сдемонтированных на мосту путей. Оба разворотных кольца почти восстановят единую трамвайную линию по проспекту Ленина. Ведь 1 июля на это кольцо уже должен заехать маршрут номер 3. Добираться в центр по рельсам, в обход автопробок будет проще, а пересадка не отразится на кошельке, объясняет в мэрии. Люди также будут доезжать на трамвайном маршруте номер 3, переходить по пешеходной связи. И уже со стороны торгового центра «Пионер» у нас курсирует трамвайный маршрут номер 1 и номер 4, где они могут воспользоваться как раз пересадочным тарифом в течение 100 минут, бесплатной пересадкой. Карту с пересадочным тарифом уже купило 140 человек. А с появлением второго кольца, полагают в мэрии, желающих станет больше, ведь пользоваться пересадкой будет удобнее. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. День с толком. Следком Края проведет проверку в отношении медучреждения, откуда выписали пенсионерку с гниющими язвами. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение 5-й групп больницы в феврале этого года с подозрением на инсульт и ковид. Посещение родственников запретили. 14 апреля ее перевели в больницу номер 8. После выписки, по словам близких пенсионерки, они обнаружили на ее теле многочисленные гнойные открытые раны. Шокированные родственники обратились к правоохранителям. По данному факту, началась доследственная проверка, в ходе которой действием медперсонала будет дана оценка на предмет качества оказания помощи пациентке. Стали известны подробности происшествия, которое случилось в конце прошлой недели в Олейске. Алтайская школьница жестоко избила девочку. Инцидент засняли на камеру другие участники конфликта и выложили в сеть. На кадрах девушка-подросток наносит другой девочке удары руками и ногами. На лице пострадавшей видны побои. Инцидент произошел приблизительно в апреле этого года, однако огласку получил на днях. Случаем заинтересовались надзорные органы. Так, Краевая прокуратура поручила оценить работу органов профилактики. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева пояснила нам, что обе девочки и пострадавшая, и агрессор проживают в семьях, которые находятся в социально опасном положении. Пострадавшей девочке оказана медицинская помощь и психологическая поддержка. Накануне в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних поступили отказные материалы о возбуждении уголовного дела из полиции. И, соответственно, в ближайшее время муниципальная комиссия должна будет принять решение о дополнительных мерах воспитательного воздействия в отношении девочки, совершившей данное действие. Девочка, совершившая насилие, не достигла возраста уголовной ответственности. В подобных случаях, пояснила Казанцева, в целях воспитания детей могут отправлять в закрытые образовательные организации. Но принимать решение по данному вопросу может только суд. Между тем, специалисты Минобра и комиссия ПДН рекомендовали усилить индивидуальную профилактическую работу в городе. Продолжим. Алтайский край собирается плотнее дружить с Санкт-Петербургом, Челябинском, Кемерово и Республикой Калмыкия. Губернатор Виктор Томенко планирует подписать с руководством этих территорий соглашение об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве. Все в рамках Петербургского международного экономического форума, в котором принимает участие глава нашего региона. Сегодня открытие форума. В этот же день пройдет заседание Ассоциации Сибирской соглашения, где Виктор Томенко выступит председателем Совета по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям. В повестке встречи утверждение инвестпроекта, направленного на развитие экспортно-ориентированных трансграничных коридоров. Опь мелеет. В последние годы об этом все чаще говорят жители городов по течению одной из крупнейших в мире рек. Стоит ли переживать барнаульцам и действительно ли мы теряем важную водную артерию? Расскажем далее. Вода уходит, обнажая корни деревьев. Так мог начинаться сюжет о том, что опь мелеет. Пока катастрофы нет. Хотя периодически река и преподносит сюрпризы. В прошлом году суда речпорта не смогли зайти в затон на зимовку. Воды было очень мало. Вода у нас как бы регулируется, ну во-первых, температурой. То есть, во-первых, дождями. Это во-вторых уже. И уровни воды естественным образом к концу навигации, август месяц, сентябрь падает очень сильно. Даже на несколько метров. То, что год от года разное количество воды, кто страдает? А вот, наши уважаемые речники. Для них важно, понимаете. А для остальных людей, вот этот чуть выше, чуть ниже уровень. Как настоящий ученый, Владимир Кириллов относится философски к колебаниям в несколько метров. Спады и подъемы объясняет динамикой реки. Весной, за счет таяния снега, уровень растет. В водосборный бассейн у реки Аби 3 миллиона квадратных километров. Это две Монголии или одна Якутия по площади. Вот это такой большой-большой участок суши, с которым вода стекает в реку Опь. Есть многолетняя динамика. И объем этой воды может меняться до 10%. А если весной добавить дожди, как было в 2014-м, река уже начинает топить. Уровни Аби фиксируют с 1933 года. Максимальный подъем был в 1969-м, рассказывает старший научный сотрудник ИВЭП Владимир Галахов. Год минимального не установлен. Вот 220 – это у нас самый-самый минимум за период наблюдений. 620 – это самый максимум наблюдений. А в этом году максимальный уровень достиг 404 сантиметров. То есть, в принципе, это среднее. Если у нас не будет дождей, то в июле, особенно в августе, в сентябре, река действительно достаточно сильно обмелеет. Но опять же, в пределах нормы. Проблему обмеления ученые отрицают. Говорят, у нас мало факторов, влияющих на это. Например, нет ГЭС. Зато специалисты советуют не забывать про загрязнение воды. К этому человек причастен напрямую. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В МЧС вновь предупреждают о большом риске возникновения пожаров. При этом за игру с огнем теперь будут наказывать жестче. В регионе вводят новые штрафы за разжигание костров и даже сжигание сухой травы. Сумма штрафа для граждан составляет 5000 рублей. В два раза больше заплатит индивидуальный предприниматель или должностное лицо. Организация выложит сразу 50 тысяч рублей. Наказывали за поджоги и раньше по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за антипожарное поведение составляет от 15 тысяч до миллиона рублей. А за нарушение требований пожарной безопасности до 2 миллионов. Правда, в федеральном законе не учитывали многие моменты, поэтому краевые власти их уточнили. За поджог травы придется платить, когда введен противопожарный режим. В этом году он действовал с конца апреля и закончился только 10 дней назад. Штраф грозит тем, кто разводит костры, сжет сухую траву, а еще готовит еду на открытом огне, заезжает в леса на авто и разбивает палаточные лагеря. Если ситуация вновь станет жаркой, ограничения опять будут актуальны. Кстати, такие штрафы уже действуют в других областях, например, в Кемеровской, Оренбургской, Свердловской. Ждать ли экологическую катастрофу? Жители края и специалисты обсуждают массовое нашествие гусениц, которые съедают всю листву с деревьев. Атакуют леса сибирские и непарные шелкопряды. Причины нашествия и меры профилактики размножения вредителей обсуждали сегодня на пресс-конференции. Подробности у Софии Яценко. Куда пропали листья? Таким вопросом задаются жители сразу нескольких лесничеств края. Нашествие вредителей в виде шелкопрядов напугало людей не на шутку. Наиболее остро проблема проявилась в Шипуновском районе, чуть меньше в Лебяжинском, Волчихинском, Новичихинском и Знаменском. Активность сибирского и непарного шелкопряда грозит гибелью пород, как листыных, так и хвойных деревьев. На этой текущей неделе будет проинформировано федеральное агентство, проинформирован Сибирский федеральный округ в лице Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу с направлениями соответствующих писем. В сентябре, в первой, наверное, половине текущего года, будут проведены соответствующие, более детальные учеты, численности этих вредных организмов, и по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Только после комплекса процедур, наблюдений и учета можно принимать решения, обрабатывать ли территории средствами против вредителей. Применить химические и даже биологические препараты сейчас нельзя. В России есть такие случаи, когда заводятся судебные процессы, когда пасечники не успели убрать пасеки, и идет массовая гибель пчел. И вот она связана с нерегламентированным применением препаратов. Причина масштабной атаки вредителей – жаркая весна. По предварительным данным, в крае уже пострадало порядка 20 тысяч гектаров леса. Причем страдает несколько десятков видов деревьев. Например, от сибирского шелкопряда, лиственница, пихта, ель и кедр. От непарного береза, осина, яблоня, слива, дуб и липа. Чтобы урегулировать ситуацию и помочь природе, специалисты советуют жителям региона выходить на борьбу с шелкопрядами. В первую очередь ликвидировать яйцекладки. Откладывают яйца до тысячи штук, может быть, в одной яйцекладке. И для профилактики сбор вот этих яйцекладок, чтобы они в последующем не вывелись, собирают их. Также специалисты рекомендуют делать ловушки гусениц, обклеивать нижнюю часть пород клейкой лентой. Таким образом можно избежать процесса окукливания, который наступит уже в начале июля. София Ценка, Александр Антропов, День с толком. Алтайские базы отдыха заполнены почти на 100%. И это при том, что практически на все туристические услуги в этом году цены выросли до неприличия. По понятным причинам. Тур за рубеж стали менее доступны. Это спровоцировало большой поток гостей, преимущественно из центральной части России. А смогут ли алтайские жители отдохнуть в предгорьях, выясняла Валентина Аскерова. База на Бирюзовой Катуни. Сегодня здесь гостят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, сибирских регионов, Новосибирска, Омска и Томска. Свободных мест до конца августа в отелях особой экономической зоны практически нет, рассказывают менеджеры. К сожалению, приходится отказывать. Уже мест нет, а максимум остаются сутки где-то, где-то двое суток максимум. В этом году я могу посмотреть по соседним базам. Даже бирюзовая Катуня, она вся забита, она вся полная. Специалисты в области туризма отмечают, в этом году выросла и стоимость отдыха на Алтае. Кто-то поднял на 10%, а кто-то и того больше. Но туристы соглашаются платить альтернатив для отдыха в стране не так много. Сама я родом из Новосибирска, поэтому это достаточно близкий регион к нашему, прекрасно подходящий для туризма, так скажем, поскольку сейчас такая ситуация у нас в стране. Вот решили спустя 16 лет вновь посетить Алтайский край. Я знаю, что соседние базы еще выше делают цены в связи с тем, что российским туристам в этом году, ну у них в принципе мало выбора, куда поехать отдыхать. Сейчас большой поток людей именно на Алтай. И в связи с этим соседние базы многие очень хотят выиграть на этом и задирают цены. В среднем стоимость номеров на базах Бирюзовой Катуни, судя по интернет-сайтам, варьируется от 4 до 12 тысяч рублей и даже выше. Приблизительно такая же стоимость на базах озера Ая. Но с новыми ценами пришел и хороший сервис, отмечают эксперты туротрасли. И дело даже не в красивейших коттеджах с развитой инфраструктурой. Даже уровень сервиса на пути в Алтай в придорожном кафе, это уже не в формате, знаете, когда женщина, так вы кофу брать будете, вот такому будете или не будете, а уже там приятно, тебя приветствуют, тебя предлагают, там оплата карты, там сопровождают. Обратить внимание на это, на то, это восхищает. Помогать развивать туризм и улучшать уровень сервиса в Алтайском крае будут и студенческие отряды. Это было анонсировано в рамках молодежного форума АТР, который не так давно проходил на Алтайской земле. Туризм внутренний стал развиваться, естественно, требуется больше рабочей силы. И в принципе и у ребят, у студентов тоже появляется запрос на то, чтобы работать в сфере гостеприимства. Единственный момент, что не все это достаточно развито сейчас, и сервис в том числе недостаточно развит. И наша задача, чтобы наши ребята, приехав трудиться на какой-то, допустим, сервисный объект в сфере гостеприимства, мы, во-первых, обладали должными компетенциями, повышать статус бойца именно сервисного отряда. Многие бойцы студенческих отрядов отправятся поднимать туризм в санаторий Алтайской здравницы, где, к слову, цен на отдых тоже кусаются. Отсюда невольно следует вывод. Нашим землякам в этом году стоит затянуть пояса и, видимо, приобретать палатки. Ведь на Алтай много мест для кемпинга. Дешево, сердито и все та же красота. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Анастасия Бертенева. День с толком. Ближе к жителям в Ленинском районе открылась общественная приемная «Единая Россия». Это позволит депутатам наладить более тесное общение с горожанами. Они смогут вместе разрабатывать новые идеи, проекты и образовательные мероприятия. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Общественные центры – новый формат работы партии. Подобные проекты есть уже в трех районах Барнаула. С первого дня работы центра в Ленинском районе начались занятия школы грамотного потребителя. По мнению депутатов, в рамках такой школы барнаульцы могут повысить знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сюда могут приходить и председатели советов многоквартирных домов, домкомы мы по-простому их называем, и старшие по подъездам, и просто активисты. И на свои вопросы получать ответы. Школа грамотного потребителя позволяет узнать, как можно участвовать, например, в таком проекте, как комфортная городская среда. У жителей Ленинского района также будет возможность посетить обучающий семинар по коммунальной и правовой тематике. Депутаты уверены, такое обучение в перспективе позволит правильно и целесообразно реализовывать идеи барнаульцев. А их всегда много. Ленинский район всегда был и остается на сегодняшний день одним из самых инициативных и активных районов по общественной жизни города. И, конечно, открытие этой партийной приемной стало ответом партии на чаяние, надежды и инициативы горожан. Партия должна поддержать инициативу людей, дать возможность побыстрее, покороче высказать то, что они хотят сказать, и принять меры, помочь, и сделать все, что нужно сделать для людей, для района. Кстати, приходить с вопросами в общественный центр жителей Ленинского района могут с 9 до 18.00 в рабочие дни по адресу Юрина 194А. Дмитрий Дроздов, День с толком. Спасают жизни. В ближайшее воскресенье профессиональный праздник отмечают медработники, своего рода герои нашего времени. Проблем в сфере здравоохранения достаточно и, главное, нехватка медицинских кадров. Но среди тех, кто остался в профессии, много настоящих профессионалов. И сегодня, накануне праздника, их благодарили за труд и вручали награды. Анастасия Наборщикова познакомилась с теми, кто заслужил спасибо от пациентов. Лучший на посту, первый у себя в ФАПе, а еще ведущий врач Центральной районной больницы. В числе награжденных, те, кто спасал людей и давал им надежду на выздоровление. Среди профессионалов своего дела и специалист из Павловска Наиль Абзалов, лучший стоматолог России. Меня в этой профессии привлекает все. Я попал, можно сказать, случайно в эту профессию. Мне просто товарищ сказал, поехали поступать в медицинский. Ну, поедем, а что такое медицинский? А медицинский – это тысяча выпускников, а теперь коллеги, которые заполнили сегодня зал филармонии. В большинстве своем хирурги, акушеры, гинекологи, терапевты и травматологи. Их заслуга не только многолетний труд, но и высокие личные достижения. Наверное, вот этот содружественный вклад – это, конечно же, вклад в здоровье населения Алтайского края. Мы отмечаем лучших, наверное, на сегодня, на сейчас. А по большому счету, конечно же, ежедневной работой своей люди подтверждают как раз такие профессионализмы и то, что они лучшие в профессии. Полувековой труд в Павловске тоже был заметен. Наш герой-стоматолог Павловской ЦРБ Наиль Абзалов удостоен знаком «Отличника здравоохранения». Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова